Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами вновь открываем нашу книгу старинных рецептов. Варить и печь и жарить вкусно и дешево. Приближается масленица и поэтому открываем раздел блины. Как тут пишется, блины составляют у нас национальное мучное кушанье, хотя готовится большую частью в известное время, именно на сырной неделе. Блины самое легкое мучное печенье, как в отношении приготовления, так еще более в отношении перевариваемости. Хорошо испеченные блины очень легко усваиваются организмом. И если им нередко объедаются на масленице, то в этом нет ничего удивительного. Стоит только сообразить, сколько их поглощается в несколько дней. Настоящие русские блины, чисто гречневые или наполовину гречневые с пшеничной мукой или просто пшеничные. А мы сегодня будем с вами печь полугречневые или полукрасные блины. Для этого нам понадобится мука пшеничная 2 стакана, мука гречневая 2 стакана, отдельно еще один стакан гречневой муки, 2 стакана кипятка, 2 стакана молока, 50 грамм масла, дрожжи 25 грамм. Дрожжи будем брать сегодня мы с вами сырые. Они должны быть мягкими и иметь запах немножко кисловатый. Два яйца, соль, чайная ложечка и чайная ложечка сахара. Сначала надо развести дрожжи в полстакана теплой воды, для того, чтобы они зажили. Дрожжи немножко перемесить мучкой и поставить в теплое место. Дрожжи должны подняться во весь стакан. Положить в опарницу 2 стакана пшеничной муки и столько же гречневой. Влить 2 стакана теплой воды и хорошо размешать. Тесто не должно быть жидким. Дрожжи хорошо поднялись. Добавляем их в остальную массу. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто становилось однородным. И ставим его подниматься в теплое место. Тесто поднялось. Добавляем еще один стакан гречневой муки. И снова ждем, когда тесто поднимется второй раз. Пока тесто поднимается, приготовим масло для блинов. Для этого на паровой бане растапливаем его и ставим в холод, в снег. Взбивая веселкой до тех пор, пока масло не затвердеет, не застынет. Такое масло подают к блинам. Разогреваем молоко в паровой кастрюле, не доводя его до кипения. За час до печенья завариваем тесто двумя стаканами молока. Тесто будет гладким и уже становится более жидким. Когда тесто остынет, положить по одной чайной ложке сахара и соли. Влить 50 грамм масла. Разбить 2 яйца, отделив желтки от белков. Желтки сразу кладем и размешиваем опару. И снова ставим тесто подниматься. Сковородки перед печеньем нельзя мыть. Их прокаливают солью. Затем очищают, протирают салфеткой. Это для того, чтобы блины не пригорали и хорошо снимались. Для пышности можно класть перед самой выпечкой взбитые белки. Если перед самым печеньем тесто окажется пустым, нужно отделить 2-3 столовые ложки его, развести теплым молоком и соединить осторожно со всем тестом, мешая снизу вверх, чтобы не опало. Пекут блины на небольших железных или чугунных сковородках. Величиной с чайное блюдечко. Одновременно на 2-4, некоторые виртуозы на 6 могут печь. Сковородки должны быть хорошо вычищены. Черпают тесто деревянной ложечкой, так, чтобы наполнялась сковородка вся. И отличие гречных блинов от пшеничных тем, что они могут быть толщиною в мизинец. К блинам подаются обязательно растопленное сливочное или соленое масло, сметана, кроме того, соленая рыба, селедка, семга, лососина, икра всех сортов, варенье, мед. Ешь, ешь, да хозяйку чешь. Блин не клин, брехо не расколет. А где блины, тут и мы с масленицей.